Радио НВ Година аналитики на Радио НВ Мае Слово Добрый день! Начинается программа Мае Слово в студии. Я ведущий программы Юрий Мацарский. И сразу два у меня сегодня гостя. Иван Верстюк, автор журнала НВ, прошу прощения. И Виталий Сыч, главный редактор журнала НВ. Здравствуйте, друзья мои, спасибо, что добрались сегодня оба. Привет. Привет, Юра, здравствуйте все. Знаете, вот у нас есть новый журнал, я сейчас продемонстрирую его на камере для тех, кто нас смотрит. И есть большая тема о стратегическом планировании развития страны. Мы сейчас к этому перейдем. Я просто хотел бы вот с текучки, что называется. Давай начнем с текучки. Вот у нас в новостях сразу две были истории, связанные с одним и тем же человеком, с господином Портновым. Насколько я понимаю, вот те обыски у Владимира Макеенко, который является официальным владельцем телеканала «Прямой», связаны так или иначе с теми заявлениями, с теми обращениями в следственные органы, которые подавал Портнов. Я думаю, ты правильно понимаешь, потому что механика процесса обычно выглядит так. Портнов что-то оглашает в своем телеграм-канале, как бы пророчит неприятности Порошенко и его коллегам, и на следующий день эти неприятности приходят. То есть связь между Портновым и ГБР, так называемым, Государственное бюро расследований, она очевидна. Это знают все, этим озабочены многие и в генпрокуратуре, и даже в офисе президента, и пытаются этот ГБР каким-то образом перезагрузить, потому что он, насколько я понимаю, очень сильно прислушивается к Портнову. Что касается прямого... Да. Извини, я по твоему напряженному лицу вижу, что ты хочешь сказать. Я хочу спросить, я хочу у тебя спросить, а как так получилось, что Государственное бюро расследований оказалось зависимым от частного... Прекрасный вопрос. Он у меня уже несколько месяцев как бы на устах, я не нахожу ответ на этот вопрос. Это вопрос скорее к предыдущему президенту Петру Алексеевичу Порошенко. Как так получилось, что возвращаются люди, которые работали с Януковичем, да, там, зам главы администрации президента, и тут же... Первый зам главы администрации. Да, тут же практически управляют одним из главных там правоохранительных органов. Как так получилось за пять лет? Вот они ответ на этот вопрос дать не могут. А я думаю, получилось так, что, по сути дела, реформу правоохранительной системы судебной Порошенко и компания провалили. Они опасались ставить профессиональных независимых судей, правоохранителей и расследователей, потому что могло ударить по ним самим. Предпочитали иметь людей лояльных, которые работают по звонку. Теперь они власть потеряли, теперь эти люди работают по другому звонку. Там какие-то старые знакомства и связи вступают в силу. Вот, не знаю, что там, компромат, связи, давление и так далее. И как бы все это работает теперь против них. На самом деле нужно было просто перезагрузить судебную систему, правоохранительную и все остальное. И все бы было сейчас нормально. Либо не успели, либо не хотели. Вот я склоняюсь к последнему. Скажи мне, пожалуйста, а вот та ситуация, которую мы сейчас имеем. С одной стороны, есть Государственное бюро расследований, которое во многом, судя по всему, связано так или иначе с господином Портом. И есть, скажем, полиция, которая заводит дело, ну, по крайней мере, начинает некое расследование в отношении Портнова. Это что значит? Что у нас одни силовики начинают воевать с другими, одни силовики слушаются приказаний. Ну, это значит, что у нас частные правоохранительные органы. Или коммерческие, можно называть как угодно. Ну, ты знаешь, что, помимо прочего, есть конфликт между ГПУ и ГБР, да, там, либо шапка. Мне кажется, они даже никогда этого не скрывали. Вот. Они мочат прямым языком, будем говорить, простым, там, Рябошапку и ГПУ. ГПУ недовольно ГБР. Параллельно третье ведомство полиция открывает дело на Портнова. Четвертый эпизод. Дубинский и Бужанский постоянно мочат, Дубинский уж точно за Бужанского не скажу, постоянно мочат тоже Рябошапку, да, генпрокурора. Это все, как бы, фрагменты такой сложной игры и попытки разных групп влияния повлиять на правоохранительные, как бы, органы, да. Мне кажется, что, ну, с возвращением Андрея Портнова действительно активизировалась какая-то вот связка. Мне так кажется, да, что Портнов же, по-моему, был то ли партнером, то ли знаком с Богданом, с главой Офиса Президента каким-то образом. И отчасти его влияние идет оттуда, да, от его близких связей с главой Офиса Президента, вот. Плюс Игорь Коломойский, все они как-то знакомы, и вся вот эта вот тройка, плюс Дубинский, который работал журналистом, назовем это так, на телеканале 1 плюс 1, вот. Все эти люди работают синхронно по одним и тем же мишеням постоянно, если ты будешь смотреть, да. Я даже для себя вывел такой алгоритм, что если кого-то, мне даже не нужно следить за качеством работы каких-то людей в правоохранительных органах, либо в госвласти. Если их мочит Дубинский, значит, хороший человек, вот. Так происходит и там с Оксаной Маркаровой, министр финансов, и с Рябошапкой, и с Миловановым, и с Рожкованом, и так далее. Если тебя мочит Дубинский, это знак качества, значит, ты сделал что-то правильно. — Скажи мне, пожалуйста, все-таки надо... Генпрокуратурой, да, можно пальцы загибать, загибать и загибать. — Ну, слушай, да, действительно, есть же еще Набу. Я думаю, что эта силовая структура, которая может навести порядок, это президент и офис президента. Формально многие правоохранительные органы независимы от президента, но де-факто мы понимаем, что есть и пропрезидентская фракция в парламенте, парламент влияет на назначение, есть офис президента и так далее. Рябошапка является выдвиженцем кандидатуры от президента, генпрокурора. Поэтому я думаю, что если президент и офис президента обеспокоятся этой проблемой и всерьез нею займутся, то порядок будет наведен. Тут, конечно, вопрос, какие цели преследуют президент и его окружение, так сказать, делая перезагрузку правоохранительных органов. Либо это восстановление верховенства права, либо это избирательное правосудие. Вот история с прямым каналом, это одна из иллюстраций того, что это может быть. Вот, Ваня, ты извини, вот мы сейчас тебя привлечем, вот когда будет история про стратегию Украины развития, будешь говорить намного больше. Просто сейчас, если у тебя есть какое-то мнение, пожалуйста, тоже включайся. Я сейчас пару слов добавлю. Вот что касается прямого канала, давай будем говорить прямо. Никто не сомневается в том, что Макеенко не является собственником прямого канала. Все прекрасно понимают, что собственником был и является фактическим, да, там, бенефициаром бывший президент Петр Порошенко. На телеканале работало много высокооплачиваемых журналистов, да, которые получали большие там фантастические деньги, которые нам с тобой, Юра, никогда не снились. Вот это все знают. То есть там проходили большие деньги через телеканал. Я думаю, что если там копнуть, там можно, конечно, найти махинации. Макеенко — это просто человек, который фронтует. Это тоже все знают. В Киеве, в среде журналистов никто в этом не сомневается. Каналом владеет Порошенко, Макеенко просто фронтует. Поэтому обыски у Макеенко. Поэтому, я думаю, найти там что-то несложно. Но Петр Порошенко еще, извини, Вань, еще в августе, когда, по-моему, в августе, когда только ГБР начал с какими-то конкретными претензиями приходить к руководству телеканала «Прямой», говорил о том, что он не имеет никакого отношения, говорил о том, что он, в общем, защищает канал не потому, что он как-то им управляет или владеет, а потому что он за свободу слова. И тогда же Петр Порошенко сказал о том, что, судя по всему, мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата телеканала. Я хотел у тебя узнать, Иван, может быть, ты тоже в курсе, насколько такие заявления могут соответствовать действительности? Насколько кто-то может быть заинтересован, прошу прощения за такое слово, в отжатии телеканала у Петра Порошенко или у тех, кому он номинально принадлежит? Мне кажется, такой сценарий возможен, рейдерство телеканала «Прямой» для использования нужд нынешней власти. Для этого существует госорган, агентство управления активами, которое может, если доказано, что актив был приобретен незаконно, без уплаты налогов, это агентство государственное берет его под контроль. Извини, какое агентство еще раз? Арма, агентство управления активами. И вот это агентство изучает возможность взять под контроль телеканал «Прямой». Если я не ошибаюсь, так произошло с УМХ. Это медиакомпания, которая принадлежала беглому олигарху Сергею Курченко. Ее как бы изъяли у Курченко и передали в управление вот этой армии. Эта арма пока временно управляет УМХ, а теоретически в конце она должна кому-то это все продать. Кому она продаст и за какие деньги, это как бы неизвестно. То есть дают внешнему управляющему, а какие-нибудь, не знаю, может быть какие-то компенсации предусмотрены? Может быть Курченко что-то получил тогда, когда у него его медиа-империю, скажем так, отобрали? Да нет, конечно, он ничего не получил. Дело в том, что считается, и я думаю это правда, что Курченко незаконно заработал большую часть своих средств. Соответственно, то, что он вкладывал при покупке УМХ, это были просто черные деньги. По сути дела, УМХ это было такое, то что говорят по-английски, money laundering machine, да? Это средство по отмыванию денег. Если ты вкладываешь незаконно заработанные деньги, а вынимаешь оттуда белые рекламные доходы, ну ты отмыл как бы деньги. Кроме того, он сбежал в Москву, он там прислушивался к кремлевским и околокремлевским политикам или нет. Все говорят, что да, и оттуда руководил информполитикой корреспондентов, в котором мы все работали, там, комсомолки и многих других изданий. Я думаю, что никакой компенсации ему не светит, ни по криминальной части, ни по политической и так далее. Но если вот вернуться к прямому каналу все-таки, я не знаю, либо это попытка отжать телеканал там в своих интересах. Это же ГБР проводит расследование, да? Вот смотри, ГБР, мы уже провели связь между ГБР и Портновым, и как бы ГБР делает обыски у Макеенко дома. Мне это больше напоминает какую-то месть и атаку на Порошенко и все его окружение. Вот такое продолжение всей этой истории, да, там, то на Каноненко, то на канал, то на самого Порошенко, то еще на что-то. Мне кажется, этой компанией руководят люди, у которых там какие-то личные, в том числе мотивы обиды, ненависть, месть Порошенко и так далее и тому подобное. Потому что понятно, что там найти что-то можно, но понятно, что найти что-то можно и в других местах. Медведчук купил три телеканала, президент огласил публично, что есть подозрение, что он не только свои деньги использовал, но и получал какие-то переводы из-за границы. Понятно, что имеется в виду... Очень прозрачный намек на кремлевское участие. Да, не Бразилия, не Аргентина, а Россия, как бы, да? Вот, это очевидно. То есть, если там копнуть, можно что-то найти. А потом давайте копнем телеканал Интер, там же 25% России принадлежит, там, государственному телерадиовещателю. При желании там что-то можно найти, да? То есть, везде можно что-то найти, если копать, но копают в сторону Порошенко и его окружения. И для меня, я за то, чтобы были наказаны коррупционеры, все схемы, но чтобы все, а не только неугодные, да, были наказаны. Вот еще интересный момент. А вот почему, если ты говоришь о том, что все журналистское сообщество, по крайней мере, в Киеве, прекрасно понимает, кому принадлежит на самом деле телеканал Интер. Давай я так переформулирую. Учитывая, что Петр Алексеевич публично говорил, что он не имеет отношения, скажем так, главным выгодополучателем информационной политики телеканала «Прямой» всегда был Петр Порошенко. А вот зачем тогда нужны разного рода люди, которые являются там формальными владельцами? Зачем нужны какие-то вот попытки вместо себя поставить... Президент, владелец телеканала, это как бы такая себе история. У него, конечно, был Пятый телеканал и до этого. И на самом деле, ты знаешь, что он был единственным высшим чиновником страны в современной истории Европы. А вторым таким за последние 30 лет. Первым был Сильва Берлускони, который владел в Медиуме. Больше таких людей не было. Поэтому, когда президент напрямую владеет телеканалами, которые, естественно, как бы дуют в его дудку и мочат его оппонентов, это нехорошая история для всех. Нехорошая история в переговорах с западными партнерами. Можно оправдываться, что у меня свои телеканалы, которые давят оппозицию, а меня хвалят. Поэтому приличные люди пытаются делать прокладки в лице, не будем говорить кого, грубо говоря, привлекают каких-то партнеров, которые фронтуют эти телеканалы. В данном случае это господин Макиенко. Если там формально нет никакой связи с Петром Алексеевичем Порошенко, то все прекрасно понимают, какие там были журналистские стандарты, кого можно трогать, кого нельзя трогать. Ну, в смысле, когда ты в информполитике, да, и все прочее. Поэтому ни у кого никаких сомнений нет. Господин Макиенко до сих пор не предъявил свету бизнеса такого масштаба, который позволил бы ему запустить такой телеканал и финансировать в таком объеме такое количество журналистов. Ты знаешь, там и Гонопольский, и как бы все. Это люди с большими ставками. Поэтому сложно предположить, что господин Макиенко это потянул бы сам. А стоило бы предъявить... Ну, то есть у нас же нет законов, которые бы обязывал владельцев или номинальных владельцев что-то там предъявлять. Это вообще как-то реально, нереально? А чтобы предъявляли источники дохода? Да, конечно. Закона нет. Закона нет, да. Ну, вот ты знаешь, что, например, Козак владеет каналом 112, там еще чем-то. Если его потрусить, у него не найдется бизнесов, я предполагаю, которые позволяют в таком масштабе финансировать, как бы, такие телеканалы. Это просто используется как прикрытие для того, чтобы формально не светить реального владельца и уйти от юридических претензий, там, своих оппонентов политических и чего-то еще. На самом деле, опять-таки, возвращаясь к каналу прямой, действительно все знают, и какая была информполитика, и что там согласовывалось с администрацией президента, и кто это курировал, и что можно, чего нельзя. Это вообще секрет Поли Шинеля, как бы, да, в Киеве. Мы вынуждены прерваться, потому что подошло время новостей и рекламы. Вернемся через несколько минут. Мое слово. Я вам обещаю, что мы доберемся до журнала, доберемся до главной темы. Мы тебе верим. Но просто раз уж мы начали, мне кажется, странно было бы вот не договорить, странно было бы подвесить эту историю. Вот смотри, есть заявление от партии Европейской солидарности, это партия Петра Порошенко, которое, оно уже распространено через официальные каналы, через сайт, я так понимаю, пресс-служба тоже работает, по редакциям рассылается. Ну вот любой человек, который может зайти в интернет, обнаружит там это заявление. В нем партия Европейской солидарности обвиняет нынешние власти Украины в том, что они строят режим путинского образца, и вот в качестве доказательства этого приводят на наступление на свободу слова, на телеканал. Ну, ты знаешь, режим путинского образца, это, конечно, преувеличение, но то, что как бы есть некая атака на медиа неугодных оппонентов политических, это, на мой взгляд, правда, это то, что я сказал. И если мы вернемся ко времени, когда был Петр Порошенко президентом, а Зеленский был его оппонентом, да, или там конкурентом, ты помнишь, как работал один плюс один по Порошенко. То есть они просто его уничтожали, грубо говоря, да, а Зеленского во всем поддерживали. При этом никто канал один плюс один не закрывал, не обыскивал, ему позволяли это делать. То есть несмотря на то, что это было, ну, грубо говоря, там политически заангажированное действие, ну, освещение один плюс один, им позволяли это делать. Как бы здесь же идет канал прямой, который на самом деле намного меньший по масштабу и влиянию, чем один плюс один, и как бы у его собственников возникают проблемы. Мне кажется, это выглядит не очень хорошо, как я уже сказал. Если есть претензии к владельцам телеканалов, их можно предъявить многим. Тем более понятно, что влияние прямого просто несопоставимо с влиянием крупных кнопок, таких как ТРК Украина, один плюс один, Интер и так далее. Вот теперь пиар какой громкий, да, телеканалу прямой. Вот мне кажется, у него сейчас есть шансы вырваться в лидера информационного вещания. Не, я боюсь, что нет. Ты знаешь, мы такой пиар получали уже несколько раз. Вот рядом сидит Иван Верстюк, который получил такой пиар лично от президента, который на всю страну во время своего пресс-марафона сказал, что это вы то вот противное медиа, которым владеет чех Томаш Фиала, которые меня мочат и так далее и тому подобное. Это же он сказал и лично мне, президент, на офф-рекорд встречи, когда он сказал, что он очень болезненно воспринимает критику, и он от нее очень устал, и в фейсбуке, и в медиа, например, «Новое время» и прямо на меня посмотрел, хотя сидело 35 главредов, на что ему сказал, что ему кажется. На самом деле мы его так особо уж и не критиковали, на мой взгляд. Но мы как-то стараемся всех одинаково, если есть за что... И Порошенко, и Тимошенко, и Януковича. Если есть за что пожурить, журим. Так вот, я к чему вспомнил эти примеры, то есть это прозвучало несколько раз на всю страну, но особо рейтинг в 5 раз у нас, конечно, от этого не вырос. Конечно, наша лояльная аудитория сказала, что круто, это знак качества. Если вы неприятный, некомфортный любой власти, это значит, что вы хорошо делаете свою работу. Прямой, конечно, какой-то пиар получит, но для того, чтобы удерживать свои рейтинги и расти, нужно делать просто намного более качественный продукт, иметь другое покрытие. Мне уже, если честно, несколько неловко, потому что мы держим здесь Ивана Верстюка в таком подвешенном, напряженном состоянии. Включайся, Ваня. Я с вами, друзья, я с вами. Итак, Иван написал, работал долгое время над центральным материалом свежего номера. Наконец-то мы подбираемся к этой истории. Это история о том, что государство может развиваться не случайно, не вот какими-то такими спорадическими историями, а может развиваться в соответствии с заранее составленным специалистами планом. Вот этому посвящено, этой истории посвящена значительная часть нового номера журнала НВ. Вы видите, здесь на обложке написано «Стратегия взрывного роста». То есть, благодаря правильному подходу можно добиться не просто какого-то поступательного, а прям вот по-настоящему взрывного роста экономического, социального и так далее. В том-то и в секрет, что оказывается можно. Многие говорят о том, что мешает, какие проблемы, что это невозможно. Украина не вырастет, никогда не будет расти 7% в год и не привлечет десятки миллиардов долларов инвестиций. Но эксперты Украинского института будущего, очень такой крутой think tank в Киеве, считают, что все эти проблемы решаемы, экономический рост возможен. Но чтобы понять, вот как выглядит точка Б, в которую мы хотим прийти из нынешней точки А, надо... Из нынешней точки Ж. Точки Ж. Отвлекся в телефоне, поковырялся, вернулся и сказал. Надо нарисовать вот эту дорогу. И вот команда Украинского института будущего эту дорогу нарисовала о том, как Украина может выглядеть в 2030 году. То есть 10 лет, это ни много ни мало, это 10 лет, ну, поколение. Что должно происходить в экономике? Куда будут развиваться технологии? И вот ключевой фактор, по мнению экспертов, это то, что мир технологически будет становиться все более и более сложным. То есть искусственный интеллект... Здесь не нужно быть каким-то экспертом для того, чтобы понимать. Нужно просто вот посмотреть, как у нас, я не знаю, какие мобильные телефоны у людей в карманах, какие машины на улице выехали. Ну, то есть действительно каждый год приносят все новые и новые какие-то прорывы в области науки и техники. Юра, ты знаешь, вот тебе понятно, а украинские олигархи до сих пор мыслят категориями металлургия, обленерго, добыча газа. Я не слушал, чтобы кто-то из украинских олигархов проинвестировал в технологический стартап по разработке искусственного интеллекта. И вот эксперты пытаются доказать, показать, что вот здесь есть перспектива, здесь есть рынок, есть кадры для развития технологий в Украине, есть инженеры, есть желание. И если снизить налоги, спорный момент, но такой аргумент использовать. Если снизить налоги, скажем, до 10% на уровень Кипра, сюда придут деньги, инвестиции, частных фондов, которые можно будет направить в исследование, разработки, что угодно. От печати суставов на 3D-принтере до подключения электрочайников к интернету. То есть все это, все эти продукты и технологии можно разрабатывать в Украине. Я пока готовил статью, я заинтересовался вот в такой модной словечко, есть R&D, исследование, разработки. Что это такое, сколько это стоит? Дорогое удовольствие оказалось. Китай в прошлом году на исследование разработки направил 300 миллиардов долларов. То есть это вот требуемый масштаб инвестиций, чтобы быть лидером. Это не на производство, не на текущие какие-то задачи, а на вот прогнозирование, что нужно будет сделать дальше. Правильно понимаю? Это на то, чтобы несколько тысяч инженеров сели за свои суперкомпьютеры и начали что-то разрабатывать. Или сели в свои лаборатории. Это исследование и разработки. R&D это research and development или research and design. Это исследование и разработки. Ну, я не совсем согласен, что у нас нет олигархов, которые не проинвестировали в искусственный интеллект. А как же Ренат Ахметов и Олег Лешко? Ну, это была шутка. Продолжай, Ваня. Это тонкая шутка. Вот. И по сути Украина может через 10 лет стать таким себе технологическим офшором. Где будут исследовательский центр Google, Амазон, низкие аналогии. Но ведь слово офшор у нас очень-очень носит негативный подтекст. Если мы говорим офшор, значит, ага, хитрят, обманывают, недоплачивают, каким-то образом пытаются что-то скрыть. Может быть, собственно, поэтому и не получается сейчас ничего сделать, потому что как раз есть вот этот вот приклеившийся имидж офшора как чего-то плохого? С этим можно спорить. Действительно, Украинский институт будущего предлагает снизить все ключевые налоговые ставки до 10%, например. Это офшорная вот часть, вот эта идеология офшора, это низкие налоги. Я вот тут вступлю, как бы дополню, Ваню немножко, мы перед передачей с ним эту тему подняли. Звучит это, Юра, и уважаемые радиослушатели, круто и прикольно, 10% налоговая нагрузка. Это действительно может привлечь очень многие производства и многие бизнесы. Но нужно понимать, что если ты, если у тебя сейчас налоговая нагрузка, я условно говорю, 50%, ты сделаешь 10%, несколько лет у тебя провалятся доходы бюджета. Потом придут компании, которые начнут больше платить и так далее, возможно. А кто будет выплачивать эти 3-4 года пенсии и зарплаты? Конечно. Просто если ты институт будущего, ты не несешь за это ответственности. Ты же за будущее несешь ответственность. А если ты министр финансов и премьер-министр, то это очень рискованный шаг для них, потому что протесты завтра будут на Грушевского перед Кабмином, если обрезать зарплаты медикам, учителям пенсии и все остальное. Поэтому это звучит как либеральная проэкономическая позиция. Она прикольная, правильная, но нужно иметь компенсаторы на эти 3-4 года, пока у тебя провалятся эти доходы бюджета. То есть, грубо говоря, нужно понять, где ты найдешь еще деньги. Ну, конечно же. В принципе, идея правильная и простая, и понятная, но очень рискованная, если ты несешь ответственности за доходы и расходы бюджета. Я вот поэтому ты же изучал историю вопроса, ты же понимаешь, что Институт будущего не первый, кто придумал эту историю, что где-то так или иначе похожие программы, похожие стратегии не только разрабатывались, не только представлялись, не только обсуждались вот как вот в узком кругу, как мы сейчас обсуждаем, но и наверняка внедрялись. Каким образом это происходило? Удавалось ли решить вот, например, вот такие вот ключевые проблемы, как где найти деньги на время, пока либеральные реформы не дадут, не выстрелить, что называется, не дадут ожидаемого результата? Все ключевые азиатские тигры, то есть крупные азиатские экономики, Южная Корея, Япония, Китай, Саудовская Аравия, Казахстан, они имеют свои стратегии роста. Они ставят конкретные цели роста ВВП, привлечения инвестиций на 10, 5, 10, 30, 50 лет вперед. У Южной Кореи, Японии все это сработало, там тоже были очень крупные проблемы после Второй мировой войны, еще там в 80-х годах никто не считал Японию особо развитой страной, но все это изменилось благодаря именно экономическому планированию. Очень важно иметь план. Немножко слово стратегия заговорено, считается, что словом стратегии, под словом стратегии эксперты пытаются спрятать пустое место, но на самом деле это очень важно иметь стратегию. Вот, например, Китай ставит себе такой очень амбициозный план до 2025 года занять 90% рынка электромобилей и новых транспортных средств. Это очень амбициозная цель. То есть, китайцы поняли, что интерес к климатическим изменениям, увеличение добычи лития, все это рано или поздно приведет к тому, что электрокары станут ключевыми автомобилями на мировых дорогах. И они тут же понимают, что они хотят на этом рынке занять первое место по всем параметрам. Запчасти, батареи, беспилотное управление. Я хочу тебе сказать, что они, судя по всему, в общем, смогут добиться успеха. Я обратил внимание на то, что в Великобритании, в Лондоне электроавтобусы китайские. Кто бы мог себе представить, еще несколько лет назад, что будут китайские электроавтобусы ездить по улицам британской столицы. Спокойно ездят, китайцы поставляют, я так понимаю, в больших количествах эти самые свои электроавтобусы. Китайцы, нужно признать, совершили огромный скачок технологический и прорыв, и идут очень быстрыми темпами. Ничего удивительного в этом нет. Это благодаря стратегии? В том числе, если ты помнишь, лет 15 назад или лет 10 назад сделано в Китае было символом плохого качества. Это китайское, это не берите. Возьмите лучше польское или турецкое. Сейчас уже так не говорят. Даже вытяжки бывают крутые, кухонные. Например, и неоднократно. Если она из Италии, раньше это было намного круче и престижнее, чем если она из Китая. Но даже уже сами продавцы говорят, что это уже больше не так. Что она в Китае может быть более качественно сделана, чем, грубо говоря, в Италии. Поэтому посмотри, например, на автомобили китайские. Там советский автопром за 70 лет не смог приблизиться к качеству европейских, японских, корейских автомобилей. А китайцы смогли буквально за 10-15. Я думаю, еще там несколько лет и они будут не хуже, грубо говоря, корейских автомобилей. Но если они уже продают в Европу свою технику, то я думаю, что очень скоро смогут кого-то напугать из крупных производителей. прогрессируют огромными темпами. Но нужно сказать, о чем мы вообще сейчас говорим. Вот стратегия, разработанная ребятами из Института будущего, это никакая неофициальная стратегия. Это просто группа энтузиастов пытаются навязать дискурс, поднять вопрос о необходимости того, чтобы Украина имела стратегию развития и предложили свой вариант. Изучили там международный опыт, предложили свой вариант. Вот то, что говорит Ваня, некоторые страны имеют официальную стратегию развития. Саудовская Аравия пытается уйти от зависимости от углеводородов. Понятно, что они торгуют нефтью, газом. Они поставили себе задачу к 30-му году, чтобы половина отраслей экономики были связаны не с углеводородами. И они, кстати, очень сильно торопятся в этом направлении. Открыли страну для туризма, изменяют правила вообще жизни. Про Китай Ваня только что рассказал. Вот Казахстан, нам еще более близкий пример, страна бывшего СССР, как бы наши соседи, у них тоже есть план, там, Казахстан что-то 20-50, да, или там у них было сначала 20-25, потом 20-50. И самое смешное, что они по нему идут и его выполняют. Мне вот рассказал подробности господин Комаров, это президент Киевстара, нашей мобильной компании. Он живет на два города, там, Киев и Алмата. Он там возглавляет оператора. Он говорит, что там, конечно, доходы граждан значительно выше, чем в Украине. И Казахстан, как это ни странно, соблюдает, исследует этой стратегии, которую разработала для них компания McKinsey. McKinsey – такой, самый большой авторитет в области консалтинговых услуг. Есть Boston Consulting Group, есть McKinsey. Вот Казахстан просто-напросто заплатил деньги McKinsey, приехали эксперты высокого уровня, ну, взяли все вводные, да, что есть у Казахстана, какие есть соседи, какие есть там географические выгоды, все такое, и разработали им стратегию. И вот Казахстан ее выполняет, эту стратегию и идет по ней. Поэтому здесь речь скорее идет о том, что если заплатить какую-то сумму, какая-то сумма, это несколько миллионов долларов, в принципе, это не очень много, привлечь специалистов со стороны, там, тот же McKinsey, говорит, ребята, напишите нам, пожалуйста, вот, вот что у нас есть, а хотелось бы быть намного лучше. Что нам и как делать? Это было бы, я думаю, довольно полезно. Прервемся на несколько минут. Плановое развитие, стратегия. Вот мы сейчас об этом говорим, о том, что в целом ряде государств, в первую очередь азиатских, давно идут по пути как раз составления таких стратегий, это, в общем, играет свою роль, ну, вот, Казахстан, да, вот сейчас приводили в качестве примера. Кроме того, упоминалась Южная Корея, Китай и Саудовская Аравия, да, это уже не Азия, это уже Ближний Восток, где вот на что хочу обратить внимание. Если мы говорим о Китае, о Саудовской Аравии, о Казахстане, мы говорим о странах, в которых, ну, скажем так, мягко говоря, не самое либеральное политическое устройство, в странах, где, в руках одного человека, либо в руках очень узкого круга лиц, и нет никаких для них, ну, и там, минимальной риски, что сменится власть, что вместе со сменой в этой самой политической верхушке сменится также еще и там направление развития страны. Но ведь в Украине совсем не так. У нас каждые несколько лет меняется президент, меняется полностью или там на 80%, на 90% состав правительства, парламент обновляется постоянно. Как можно в такой ситуации планировать что-то больше чем на 5 лет, ну, хорошо, на 6 лет, пока там новая команда придет, не поймет, что ей нужно менять. Вообще, это возможно? Дело в том, что стратегия, любая стратегия экономического развития, она более чем на 5 лет, то есть длиннее, чем электоральный цикл в стране, она требует, чтобы эта стратегия была закреплена законодательно, чтобы кабинет министров, Верховная Рада, президент, когда они будут принимать решения там политические, экономические, чтобы они руководствовались этой стратегией, потому что действительно существует риск, что после выборов приходят к власти либо популисты, либо какие-то другие либералы, которые начинают изобретать свою модель капитализма по-украински, и для стратегического планирования все это очень существенный вызов, ну и вот сама суть стратегического планирования это о том, чтобы политики мыслили не переизбранием на следующий срок, а политики мыслили о том, чтобы воплощать какие-то вот какое-то видение, какое-то движение страны в определенном направлении, вот я кстати вот по этому поводу я как-то брал интервью у Хуана Сантоса Кальдерона, бывшего президента Колумбии, и он сказал, что чтобы заставить политиков и президентов вот конкретно в Колумбии не мыслить категориями выборов, он запретил переизбираться политику на второй срок. Что касается вот этих вот азиатских, ближневосточных крупных экономик, действительно, это экономики с очень суровым, жестким государственным планированием, там любые стратегии воплощать намного легче. Вот там вот такой советский вариант госплана. Коммунистическая партия Китая через своих экономических каких-то персонажей сказал, так, у нас теперь мы должны построить 30, условно говоря, там гидроэлектростанций, 50 атомных электростанций, здесь должны завод по производству литиевых батарей, все, как хотите, так и делайте. Вот поставлен госплан. Мы же не можем себе представить, чтобы в Украине заработал какой-то аналог госплана. Правильно подметили в том смысле, что в Китае однопартийная система, в Казахстане как это, система состоящая из одного человека, сколько там лет Назарбаев как бы у власти, да, был очень долго, а в Украине да и остался, и остался, и еще останется лишь биологически ограничен как бы его срок. Вот. Но на самом деле в Украине действительно модель до 14-го года Украина вообще шарахалась между пророссийским, проевропейским вектором, да, от этого зависели там политическое устройство страны, модели экономики и так далее, поэтому какое-то, конечно, планирование было невозможно, зачастую до сих пор сейчас все планирование там ограничено, горизонт планирования следующий выбор, да, либо парламентский, либо президентский, вот. Но мне кажется, что в 14-м году свое стратегическое какое-то направление Украина уже выбрала, да, такое общественно-политическое как минимум, это все-таки демократия, демократия прозападного типа и относительно свободная там экономика. То есть с 14-го года у нас больше нет никаких сомнений, мы идем в Россию, либо мы идем в Европу, а мы за свободу слова или против, мы за свободу слова, мы за многопартийную систему, мы за политическую конкуренцию, мы за экономическую конкуренцию. Теперь вот у нас пытаются демонополизировать экономику, чтобы была истинная конкуренция, привлекать инвестиции. Поэтому в принципе какой-то вектор у нас есть, да, там у Зеленского есть претензии к Порошенко, то, что было много своих, то, что была коррупция и так далее, но в общем вектор никто не оспаривает, да, мы строим антикоррупционную инфраструктуру, мы с этими ребятами боремся, пытаемся демонополизировать экономику, развиваться и так далее. Единственное, что это можно делать намного быстрее, конечно, и вот в этих условиях, мне кажется, какой-то план с привлечением там передового опыта, передовой мысли, он был бы как бы уместен, потому что одно дело, как это видится из Украины, из Киева, когда многие люди просто не понимают, где находится остальной мир, там где находится Китай, где находится Корея и где они будут через 15 лет, другое дело, когда это делает Пермакинзи, который понимает, где находится Китай, Корея, США, где они будут через 15 лет. Понимают ли эти люди, которые теоретически могли бы разработать для Украины поступательный план развития, понимают ли они вообще, что такое Украина, что из себя представляет, какие сильные, слабые стороны, не в Википедии написаны, а реально сильные, слушай, мне кажется, что нужно привозить их сюда, несколько лет сначала они должны понять, пожить, повариться в той ситуации, в которой мы все оказались, прежде чем действительно браться, разрабатывать. А так он прочитал какой-нибудь отчет, неизвестно чей, написанный в интернете? На самом деле, я думаю, достаточно нескольких недель, нескольких месяцев для того, чтобы разобраться со спецификой страны. Все страны проходят через какие-то сложные трансформации и у многих похожие проблемы. Вот ты можешь удивиться, но похожие проблемы либо даже хуже. Например, то, с чего начинала Грузия с Акашвили, это было хуже. Там 80% воров в законе бывшего СССР были грузинами, они были в Грузии, там вообще ничего не работало. То есть там были очень, там света не было на улицах, вообще никакого. И ничего там, в принципе, довольно неплохо они стартанули и пошли вперед. То, с чего начинал Сингапур, было еще более тяжелой историей. Бедная, заплеванная рыбацкая деревушка. Там никаких ресурсов вообще, даже песка не было, завозили. Более того, мы говорим, что у нас тут русские, украинцы, разные языки и так далее. Слушай, там китайцы, индусы и малайцы. Они вообще не понимают, у них разная религия вообще. Там это слепить вместе, это казалось бы невозможно. Ничего, слепили вместе и поехали. И очень быстро поехали. Поэтому, если кому-то кажется, что у нас есть какой-то особый путь, какие-то особые сложности, это все неправда. есть универсальные рецепты экономические, которые работают от Новой Зеландии до Канады. Вот просто нужно это делать. Конечно, есть специфика, например, геополитическая либо наше расположение. Война и оккупация. Конечно, нужно использовать потенциал Китая, Россию, если это можно. И там близости к огромному рынку Евросоюза. У Тайваня нет такой специфики, например, у нас есть. Это можно использовать. Есть специфика России, она нам закрыла все рынки свои, ведет себя агрессивно и так далее, и тому подобное. Это тоже специфика. Но в остальном отсутствие экономической конкуренции абсолютно обычная проблема. Там сложное администрирование налогов абсолютно стандартная проблема. Там монополизация рынков тоже. Отсутствие иностранных инвестиций. Для этого всего есть рецепты, как это решать. И они уже опробованы во многих странах. Поэтому это все равно неплохая идея проконсультироваться со специалистами. Вот у нас впервые, на самом деле, появился такой план. Правительство Гончарука это первое правительство, которое выкатило вообще какие-то цели и задачи. Говорит, вот у нас план на 5 лет реальный. Абсолютно. Там повышение ВВП на 40%, рост на 5-7% в год. Даже если они его не выполнят, но будут к этому стремиться, это хорошо. И еще там какие-то KPI, так называемые, они себе поставили. Молодцы, хоть первый план на 5 лет не хаос какой-то там, какая группа влияния повлияет в ту сторону и там задует, а какой-то план. Но Ваня прав в том смысле, чтобы была последовательность курса, он должен быть закреплен законодательно, вплоть до Конституции. Тогда, если выиграет, грубо говоря, Медведчук и компания, следующие выборы, они не могут изменить курс. Я условно говорю, там, либо какая-то переделанная партия регионов. Им нужно менять Конституцию. Для того, чтобы изменить Конституцию, нужен огромный общественный консенсус. Это 300 с чем-то голосов. Поэтому, вот у нас сейчас закреплен курс, я забыл, то ли там Евросоюз, то ли в НАТО там. И Евросоюз, и в НАТО. Конституционно, да. Поэтому, если кто-то придет, кто не придерживается таких взглядов, ему недостаточно будет просто поменять там Кабмина, государственную политику и МИД. Ему нужно будет изменить Конституцию. То есть, ну, две трети парламента, это уже будет малореально. Поэтому, конечно, если у нас есть какая-то программа развития, мы смотрим, что будет востребовано в мире через 10 лет, куда все движется, вот прямо сейчас. Ну, то, что говорил Ваня, искусственный интеллект, разработки, все остальное, и бьем, как бы, в эти точки, пытаемся это развить за 5, 10, 15 лет, потому что это будет востребовано на глобальных рынках. Как бы, вот и все. Это, на самом деле, не очень сложно, просто кто-то должен это сделать. Иван, скажи мне, пожалуйста, а насколько совпадает тот план, который сейчас пытается реализовать Кабинет Министров с тем планом, который вот придумали в Институте Будущего? На уровне идеологии о том, что должна быть политика стимулирования экономического роста и политика стимулирования привлечения инвестиций, планы совпадают. дело в таких нюансах, как фискальная политика. Мы знаем, что в правительстве Гончарука пост министра финансов занимает Оксана Маркарова, которая очень осторожный, сдержанный министр финансов, которая не хочет делать лишних движений влево-вправо, радикально переписывать фискальные условия ведения бизнеса в стране. Для нее главное это долги и способность государства выполнять свои финансовые обязательства, перед пенсионерами, госслужащими и иностранными кредиторами. И поэтому идеология Украинского института будущего это о том, как радикально переписать правила налогообложения в стране. И вот здесь есть какое-то несоответствие. Ну понятно, что эксперты Украинского института будущего сидят за компьютерами в офисе и размышляют и мечтают о Гончаруке и Оксане Маркаровой документы подписывать и перед офисом президент отчитываться. Ну и многотысячные демонстрации придут не к офису института будущего, а к офису Кабмина. Поэтому там уровень ответственности немного выше. На самом деле общепринято считать, что Минфин никогда не может поменять систему налогообложения и сделать ее экономикой развития. Потому что Минфин заинтересован в немедленных поступлениях финансовых. Вот этого года, следующего года несет за это ответственность и никогда не снизит налоговые ставки, не сделает ничего, что лишит его этих поступлений. Это должно делать Министерство экономики на самом деле. У нас Тимофей Милованов, с которым я завтра встречусь, можно у него и узнать. Надо поузнавать, надо поузнавать у тех людей, кто ответственен, а может быть они действительно собираются внедрять. Для этого, Юра, для этого нужно все-таки политическая воля с самого верху. Это должен быть премьер-министр и президент. Они должны понимать необходимость развития, необходимость привлечения интеллектуальных ресурсов, в том числе лучших, мировых, и построения такого плана и тому, что этому плану нужно будет следовать. Потому что сам Милованов, он, конечно, такую идею может предложить и убедить президента. Возможно, ему стоит это сделать. Но неплохо, если у него есть сторонники наверху, иначе он сам ничего не сдвинет с места. Ты говоришь, как будто министр не наверху. Министр тоже достаточно высокая фигура. Да на каком он верху? этих министров 15 штук или сколько, 20. Есть премьер, есть глава офиса президента, который непонятно, может влиятельнее премьера. Есть президент, есть парламент, который утверждает либо не утверждает законодательные акты. А без помощи и сотрудничества с парламентом ты просто не можешь многие вещи сдвинуть с места. Поэтому министр, это звучит круто, конечно, это высокая должность, но это недостаточно для того, чтобы нарисовать стратегический курс развития страны и заставить всю страну ему следовать. При этом совершенно необязательно быть министром для того, чтобы дойти до палатки, где продается печать, купить свежий номер журнала НВ и прочитать обо всем том, о чем мы сегодня с вами говорим. Достаточно всего лишь 30 гривен. Спасибо большое, друзья мои. Напомню, Иван Верстюк, автор журнала НВ, Виталий Исыч, главный редактор этого же журнала были гостями программы Майс. Еще раз всех благодарю, на этом прощаемся, всего доброго, счастливо. Пока. Радио НВ Редактор субтитров А.Семкин